Матвей, держи. Иди сюда. Вкусняшечку кушай. Иди. На выбор у нас шведский стол. Кашка с утреца, с маслицем. И Матвей. Вот что он любит, я удивилась. Не какие-то там жидкие вискосы, да, кетти-кеты. Нет. Просто грудка куриная, вареная. И вот с таким удовольствием вот эта красота наконец-то стала кушать мяско. Тему давала, кашки подмешивала, но как-то у него не шло особо, да. Ну, ел, ел, но без особого удовольствия. Ну, кушал. А сейчас вы посмотрите. Вот это чудо маленькое. 11, ровно 11 дней сегодня вечером будет, как он у меня дома. Вы посмотрите, как он подрос. Мы реально его не узнаем. Муж говорит, боже, как котенок резко тронулся в рост. Вот что значит, да, питание. И с каким удовольствием он уплетает эту курицу в эти пози. Он прямо нюхал ее, когда я ее несла. У двери меня ждал. Потому что мы его не выпускаем в основную квартиру, ну, в дом. Потому что у нас взрослая кошка. Ребят, девчат, вы мне спрашивали, как она к нему относится. Матвей, кушай, пожалуйста, аккуратно. Она рычит на него. Она на него шипит бесконечно. Поэтому я знаю свою кошку. Она с ним никогда не подружится. У нас жили кошки. Я подращивала. Одна кошка сына жила целый год. Она так с ней и не подружилась. Это было два врага. Причем кошечка наша, Манюня, Она с удовольствием общалась с Симой. Подбегала к ней и получала постоянные затрещины. Шипения. Драла она ее когтями, Сима. То есть вот персидская порода, персы, они, к сожалению, не дружелюбны. Не знаю. Моя вот такая вот королева особенная. Она какая-то прям вот совершенно не идет на контакт. Казалось бы, да, малышка такая. Нет. Сима она Матвея не приняла. Даже близко. Не хочет. Вы посмотрите, что творит. Резцов нет. Он грызет своими. Слышите, какой звук стоит? Аж это. От удовольствия хрюкает. Он что творит. Ну кушай, кушай. Кушай, Матвеюшка, кушай. Четела меучила, как мне написали. Вы не представляете, какой это шилопоп. Я остановить его не могу. Ребят, девчат, что он творит? Научили его с помощью бабочки. Сделали бантик. Вот, казалось бы, самая простая игрушка. Самая такая, та, что ничего не стоит. Как он с этим бантиком носится. Это самая любимая игрушка, которая есть у Матвея. У него и мячики вот такие вот он катает. У него и гусеница. Нет, змеючка. У него красивая змеючка такая. Он иногда изредка с ней играется. А все остальное, это, конечно, бантик, с помощью которого мы научили Матвея забираться на диван. Это самое любимое занятие в прыжке запрыгивать на диван. Вы представляете, вот эта вот мелкота, вот эта мелкота, наверное, идет в свой туалет. Как он прыгает. Кстати, взяла ему наполнитель более мелкий, кацан, который ему намного больше понравился, чем крупный наполнитель. Для симки своей я беру всегда крупный наполнитель, океанический. Вот, а для Матвея ему очень, видите, вот лоток. К лотку он сразу, вот сразу приспособился. Ковер белый мы убрали, отдали на химчистку его. Ну, мы всегда его промываем летом, по лету. И я летом стараюсь его не стелить. Уже к осени постелим белый ковер. А пока Матвей, видите, вот он сходил в туалет. К лотку привык, ему очень нравится вот такой мелкий кацанчик. Сейчас все, вертолет включит. Шелопоп еще тот. Мне очень понравился комментарий, который девчонка написала мне. Ирина, у вас шелопоп растет. Это вот точно. Что он делает, вы просто не представляете. Матвей, Матвей, все, ты сходил в туалет, это не игра. Да, он даже рычит. Знаете, как вот так вот, знаешь, прям вот так вот требует. Да, мы требуем все, все, все требуем. Вот после того, как он ест, потом идет в туалет. А потом мы моемся. Минут пять сидит, моется. Малявка эта маленькая. Ну все, сейчас побежит, я его знаю. Ой, как, не знаю, как пуля. Носится, как пуля. Это красота. Вы знаете, у меня страдают от него не только руки. У меня от него страдает. Все, ноги прыгает по мне по дивану. Дерет все, что можно и не можно мне. Вот он, все. Побежали, побежали бегать. На Матвея уже стал откликаться. Шторы я подняла наверх, чтобы он с ними не игрался. А, ну это мы по-большому сейчас собираемся идти. Прям все вам показываю, что действительно котейка умничка, умничка, умничка. А вырос практически, наверное, процентов, ну я даже не знаю, на 60. Вот он, хулигаша. Да? Ну-ка, покажи нам, на что ты способен. А, кот, абормот. Кот Матвей. На кис-кис стал немножко откликаться. Кс-кс-кс-кс-кс. Вот он, видите, кис-кис-кс-кс слышал. Матвей. Да, это, видите, что творит. Знаете ли вы его? Красавцы этого, видите, уже сорвал с батареи защиту от жары. И это его сейчас любимая игрушка. Да, Матюня? Вот он, вот он что делает. Научился уже забираться даже вот на эти кресла. Я думаю, ну все, капут орхидея. Муж говорит, сейчас все цветоносы в ход пойдут. Цимбидиум он уже с листиками отчаянно играется. Нереально отчаянно. Так, и вот, вот он что делает. Ох, ты абормот. Что-то он там, вы знаете, обработка двухкратная, да, разными. Капельки на холку у него были. Потом я ему луговым вначале мыла, потом капельки на холку. Вот бардак устроила. Вы видите, что творится у нас? Какие-то бумажки нашел, салфетки. А, это салфетки я орхидейки поливала, протирала. Ой, тут вот, видите, вот зайка валяется. Собачка валяется. Это все игра Матвея. Да, Матвей? Вот шкодный. Очень будет пушистый. Очень будет пушистый. Будешь пушистый? Показывай усы свои. На сегодняшний момент. И брови стали расти, кстати. Прикольный такой. Котин, вот козы я. Да, вот он. Мне написала Екатерина Доброва. Ирин говорит, да он как чучело мяучило из мультика. Я говорю, ну точно. Точно. И кот ходит по цепи кругом. И чучело мяучило у нас. Из новогодних приключений. Вот он. Миши. Вернее, Маши. И Витя или Петя уже точно не помню. Ну, он просто не останавливается. Видите, вот там, что мы сделали. Гибискус накрыли сверху. Потому что невероятный интерес он проявил к земле. Смотрю, ему там все так понравилось. Давай землю ковырять. Ага, думаю. Ну, ребенок-то, конечно, пришел с улицы. И сходить на улице в туалет, в землю. Это для него нормальная ситуация. Поэтому сейчас все-все какие-то возможные его проявления в отношении растений. Я стараюсь убрать, приучить его к лоточку. Ну, к лоточку вот сейчас со сменой и кацана. Кацан, значит, я ему купила мелкий наполнитель. И убрали все-все-все, все, что можно, не можно. Произошло, ну, я могу сказать, практически полное приучение его к туалету. Это самое важное. Для того, чтобы, конечно, без каких-то проблем выращивать, растить. Не выращивать, а растить вот этих вот маленьких интересных созданий. Он такой сейчас интересный. Он невероятно интересный. Усыщий. Вы посмотрите, что за усищи у этого гусара нашего. Видели такие какие когда-нибудь усы? А я красивый буду, скажи. Очень пушистый. Многообещающий красавец. Да, я не успеваю за ним. Вот реально не успеваю показать вам его. Видите, видите. Превращаем все в игру. Комментарий был на канале. Ирина, приучайте его играть так. Это микрофон. Матвей, нельзя играть в микрофон. Ну, слушается, слушается. Я когда голосом скажу ему, допустим, жестко как-то, Матвея нельзя. Он уходит. Он понимает, он уходит. Вот. То есть я делаю замечание. Не так все прям у нас происходит. Утипуси, нет. Я достаточно такой требовательный человек. И поэтому малышу указываю, где что можно, а где не можно. Да, Матвеюшка? Очень, очень. Ах, хорош. Да, сзади носочки. Я вообще думала, гольфики. А передние лапки у него как следочки. Вязанные следочки такие. Да, да, мой хороший. Иди сюда. Покажи, покажи, какой ты красавец. И мяу, и рычит. И когда играется очень активно, он как собачонок. Мне сын говорит, мам, слушай. У меня тут ноги в камеру. Мы тут на полу снимаем. Так, нельзя, Матвей, нельзя. Вы знаете, он везде рычит. Он с открытым языком ртом бегает. Вот, то есть сейчас самый активный, самый интересный. Такой у него период роста, когда он очень-очень игрив. Но одновременно и не совсем такой вот в плане безопасности правильный, приятный. Потому что все-таки приходится ему самому где-то небезопасно бывает. Откуда-то скакнет, а потом вниз носом. А потом сидит головой трясет. И не понимает, что с ним произошло. Вот видите, вот эта игра. Вот эта игра у нас играется. Пуля еще та. Ну быстро, быстро восстановление произошло. Очень быстро. Вертлявка. Вертлявка-то мелкая. Не знает воду. Приходится наливать из шприца. Вот единственное, что не могу пока, к чему не могу его приучить, это пить воду. Не знает он вкус воды. И вот пока приучаю так. Молочко пьет. Кашку кушает. Вырос. Вы посмотрите, какой умирающий лебедь таки был. А сейчас? И так у нас происходят круглые сутки. С совершенно незначительными перерывами на сон. Вот такой вот шило-поп у меня появился. Матвей, ты нам пока скажешь? Матвей. Ага, скажет он пока. Матвей, скажи нам пока-пока. Вот он. Все. Ой, красотун. Не дорассказала. Обработала два раза его всякими препаратами. Но пришлось. Еще, кстати, посоветовали мне в комментариях. Вы такие отзывчивые. Спасибо огромное. Я вот не знала результат обработки. Ну или результат воздействия дегтярного мыла. Да, дегтярный, допустим, какой-то состав мы применяем на даче. Я частенько опрыскиваю им растения. Но то, что можно мыть кота Матвея дегтярным мылом от тех же самых блох, я не знала. Обработала. Вы знаете, я просто обалдела от результата. Я просто использовала частный гребешок детский. Прочесала его. И он, слава богу, сейчас освободился от этих гадов сосущих. Да, Матвейка, как ты играешься? Покажи. Руки мне просто заедают все. Так, Матвей, отойди, пожалуйста, от орхидей. Матвей, Матвей, нельзя, нельзя. Это хулигаша. Это хулигаша. Вот он постоянно меня грызет. Я его начинаю гладить. Он визжит, визжит и начинает меня просто съедать. Вот видите, что творит? Это Матвей. Вы узнаете? Вы узнаете его? Умирающий лебедь. А еще бывает, как на нацыпочке станет. Знаете, как вот в мультике коты боком бегают. Вот это Матвей тоже иногда такое делает у нас. Как ты бегаешь бочком? Вот так вот спинку выхнет, уши назад и боком-боком-боком на меня. Такой прикольный. Вообще вот камеру в это время не успеваю взять, когда он такое творит. Да? Пушистая моська. Вот тебе пусистый мось. Пусистый мось. Видите какой? Видите какой? Вот он. Ну давай, скажи всем пока-пока. А то мы так с тобой никогда. Его снимать можно вечно и бесконечно. Это красота. Красоту такую. Да. Вот он. Вот он. Вот он. Угу. Вот это шелопопное такое. Шелопопное создание. Шелопопное. Да. Грызет меня постоянно. А-а-а. Ты мягко-то умеешь? А-а-а. Это у нас авиарежим называется. Когда я его на руки беру, он сразу успокаивается. Вот этот вот. Видите? Сразу успокоился. Авиарежим. Сейчас отпущу. И побежишь. Я тебя знаю. Да. Авиарежим тебе не нравится, да? Ах ты, Масюта маленькая, а? Кот Матвей. Поэтому как помирить его, примирить с кошкой, с моей взрослой, я не знаю. И я знаю, что этого никогда не случится. Она никогда его не примет. Можно уповать, надеяться, но нет. Я живу со своей кошкой вот уже ровно 13 лет, и поэтому я знаю ее нрав. Я боюсь за здоровье Матвея, конечно. Наверное, будут все-таки принимать решение. Ну, ответьте что? Вот видите что? И что? Куда ты там прыгнул? Скажи. Господин, ротанговая мебель, это самая любимая мебель. Вы посмотрите, он водичку пьет. Я вам только что рассказывала, что он не пьет воду. Слушайте, вот что значит. Несколько дней шприцом его отпаивала. И сейчас он понял, чтобы восстановить жажду. Это самый классный метод попить водички, полакать. Слава Богу. Все, шприц теперь у нас отпадает. Вот так. Видели, нет? Вот так. Все. Один раз показали, как быстро они обучаются. Ну, все. Ну, что ж ты там чешешься? Ничего нет. Чистенький. Вы знаете, у меня такое ощущение, что у него остались последствия от укусов. Вот дегтярным мылом я его промыла. И он несколько штук дохлых блох на нем частым гребешком сняла. Вот. И сейчас у него видно последствия укусов. Вот почесывание вот этого, да? Ой, 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 Штирлиц ты мелкий. Матвей с большой дороги. Вот точно с большой дороги пришел ко мне. Ехал на машине. Как же ты там ехал, боже? Как же ты там держался? Оттуда ехать? Наверное, полчаса. Хозяин тебя вез на заднем колесе. Ой, я не представляю, как он же не погиб. А сейчас это... Я не знаю, у меня вот эти результаты, которые малыш показывает. Ой, через 11 дней, после того, как я стала за ним ухаживать, настолько душу греют и сердце тоже радует. Что-то он сегодня... Вот, хвост у нас, да, все. Играем мы в хвост. Мы как-то он спокойно себя ведет. Бывает, такие круги наматывают. Вот просто вот так вот по всему периметру. О, слышите? Это мы так рычим, разговариваем. Кстати, он говорливый. Он может прийти, начать говорить. Вот так вот, как голубь ясности закрылый. Да? Разговаривает, так и Матвей разговаривает иногда. О, пришел, пришел красавец. Вот он, видели вы его, нет? Видели вы его, нет? Вот эту красоту такую, маленькую. Музька-то маленькая. Да, ага. Вот гладится не любит. Гладится не любит. О, трактор включил, да? Ох ты какой. О, ртом дышит. Тихулигаса, тихулигаса. Тихулигаса такой, да? Все, ребят, девчат, я видео буду на сегодня заканчивать. Хочешь чуть-чуть показать, а получается всегда я сама увлекаюсь и постоянно его снимаю, снимаю, снимаю. Всем пока-пока.